15 век. Век преодоления на Руси княжеских междоусобиц и освобождения от засилия татар-монголов. Уже вкусили русские князья плоды победы на Куликовом поле. Уже прозвучал призыв преподобного Авва Сергия к единению. Но кто возглавит союз русских княжеств? Титул великих князей, которые уже прочно удерживали правители Москвы, еще не давал ей явного преимущества перед Литвой, Тверью или Новгородом. И вот в это время появляется человек, которого в 20 веке Николай Бердяев назовет тем представителем русского православия, который обосновал и осветил Московское царство. Его имя – преподобный Иосиф, основатель Успенской обители, близ Волока на Ламе. Село Язвище сегодня считается ближним Подмосковью. А 550 лет назад именно здесь проходила граница между Литовским княжеством и Москвой. На протяжении всего 15 века эта земля неоднократно переходила от Москвы к Литве и наоборот. В это неспокойное время в Язвище обосновался выходец из Литвы по прозванию Саня, положивший начало роду Саниных. Именно из этой древней фамилии и происходил Иван Санин, вошедший в русскую историю под именем преподобного Иосифа Володского. Отличительной чертой Саниных было глубокое благочестие. В этом роду насчитывается 18 монашеских имен и только одно мирское. Среди них сам преподобный Иосиф Володский, его родители, а также двое братьев и племянники. Уже в 7 лет Иван был отдан на обучение в Волоколамск. Через год он научился читать все божественные книги и поступил послушникам в обитель Пречистой Богородицы на Возмище, где прожил до 20-летнего возраста, готовя себя к иноческому служению. В 1460 году по совету одного из старцев юноша направился в Боровск, где настоятелем был преподобный Пафнутий. Этот подвижник, который своей строгостью в соблюдении церковных канонов внушал уважение боярам и наводил страх на монахов своей обители, еще при жизни почитался в доме великого князя. Уважение сильных мира сего не мешало 65-летнему настоятелю первым среди братьев выходить на самые тяжелые монастырские работы. Старца Иосифа, молодой искатель монашеского подвига, застал, когда тот рубил дрова и складывал их в поленицу. Дождавшись окончания работы, 20-летний Иоанн со слезами умиления бросился в ноги к старцу с просьбой постричь его в монахе. Пострик состоялся, Иоанна нарекли Иосифом. Родители были рады благочестивому стремлению своего сына, так и его дед принять монашеский постриг. Но когда с отцом случилось несчастье, его постигла тяжелая болезнь, молодой монах испросил благословения у игумена взять отца в свою келью. И там в течение 18 лет он с любовью ухаживал за своим отцом. В монастыре Иосиф проходил самые разные послушания. Пек хлеб и просфоры, ухаживал за больными, переписывал книги. Мудрый настоятель сразу заметил любовь молодого инока к богослужению. Так Иосиф был поставлен следить за исполнением церковного устава. В 1477 году преподобный Пафнутий скончался, завещав себе в преемнике Иосиф. К первым делам новый игумен попытался ввести в монастыре строгое общежитие, или кеновию. Так еще со времен первых византийских монастырей называется устав, который запрещает монахам иметь любую собственность, а в одежде и пище предписывает скромность, граничащую с нищетою. В кеновиях монахи не имеют собственной воли и полностью подчинены настоятелю. Большинству насельников идея Иосифа пришлась не по душе. Видя тщетность своих начинаний, он слагает в себя настоятельства и таян от всех, под видом простого чернеца, отправляется в странствие по русским монастырям. Из всех увиденных обителей Иосифа поразил Кириллов монастырь на Белом озере. Он не мог не заметить, что основу благоустройства этой обители и ее щедрой благотворительности составляли обширные земельные угодья. При этом общежительный устав в Кирилло-Белозерском монастыре исполнялся по всей строгости. После года скитаний Иосиф возвращается в Боровск, где его уже считали убитым. И уже на примере других монастырей доказывает преимущество общежительного устава. Из всего братства только семь челлашаются с его доводами. Вскоре Иосиф снова, на этот раз уже окончательно, покидает Боровский монастырь. В сопровождении ближайших верных учеников он приходит сюда в Волоколамские леса. Не для пустынножительства, нет. У Иосифа есть давний план строительства идеальной киновии. Младший брат московского князя Ивана III Борис с радостью принимает его и в 20 верстах от Волоколамска выделяет землю под монастырь. При строительстве первой церкви она была деревянной, и князь и бояре на своих плечах носят бревна. Уже в год основания князь Володский пожаловал монастырю село. С этого момента земельные и денежные пожертвования потекли в обитель щедрой рекой. Всего через 7 лет на месте деревянной церкви был возведен каменный собор в честь успения Пресвятой Богородицы. Великолепный храм расписывали знаменитой Дионисий с учениками. Строительство собора обошлось в колоссальную по тем временам сумму – больше тысячи рублей. Благотворителями новой обители стали бояре, епископы и даже великий князь. Среди постриженников Володского игумена появились люди знатные. Каждый вносил в монастырь денежный вклад или отписывал села и земли. Когда же число братьев увеличилось до ста, преподобный Иосиф ввел между ними то самое строгое общежитие, о котором мечтал долгие годы. Независимо от знатности происхождения, все монахи трудились сообща, даже на самых физически тяжелых работах. В келье не запирались, поскольку красть было нечего. Игумен был во всем примером для братьев. Одежда Иосифа была настолько ветхой, что многие знатные особы поначалу принимали его за нищего. Под одеждой, кроме волосиницы, он носил вериги. Нарушение устава строго наказывалось. «Слабые телом и духом быстро сбегали. Жестоко есть сие житие. И в нынешнем роде кто может таковая понести?» Вскоре авторитет волосского игумена стал непререкаемым даже в Москве. Когда с запада в Москву через торговый Новгород проникло еретическое учение, которое назовут ересью жидовствующих, именно Иосиф стал главным обличителем еретиков. Ересь, состоявшая из каббалистических обрядов и чернокнижья, подобно опухоли расползалась в среде высшего духовенства и бояр. Отвергнув христианскую веру, жидовствующие для вида продолжали изображать православных, вовлекая в свой тайный союз новых адептов. Даже осуждение еретиков на церковном соборе не уменьшило их влияние. Свидетель Новгородский Геннадий просит преподобного Иосифа встать на защиту русской церкви. И вот в своей уединенной келье Володский игумен пишет главное сочинение против еретиков – просветитель. Слово преподобного оказалось настолько сильным, что вскоре христоненавистники были вновь осуждены, а не раскаяны, преданы огню. На соборе, осудившем еретиков, некоторые монахи во главе с преподобным Нилом Сорским стали по-своему объяснять распространение ереси. Дескать, все беды идут от того, что монастыри имеют собственность, стяжание, и вместо нищелюбия и молитвы привязаны к земным благам. С той же убежденностью, с какой он отстаивал чистоту веры, преподобный Иосиф Володский стал защищать право монастырей, владеть землей и другими угодьями. К сожалению, эту полемику двух святых впоследствии самые разные силы толковали каждый в свою пользу, пытаясь изобразить ее как непримиримую борьбу и осифлян, и нестяжателей. Все исследователи русской церковной жизни 16 века оказываются перед проблемой так называемого противоречия двух школ русского монашества – школа Иосифа Володского и школа Нила Сорского. На самом деле, никакого противоречия никогда не было и нет. Преподобный Иосиф и преподобный Нил никогда ни в каких враждебных между собой отношениях не состояли. И даже совсем наоборот. Преподобный Иосиф своих учеников, наиболее способных к умной молитве, посылал в Нилову пустынь, к преподобному Нилу. В чем же состояла суть спора о так называемых монастырских стяжаниях? Неужели преподобный Иосиф и его ученики были действительно стяжателями, в противоположность за волжским старцем? Разумеется, нет. Преподобный Иосиф, основывая свой монастырь, дает ему устав, который, по-настоящему говоря, является древнейшим, известным нам уставом Сергиевой школы. Той школы, которая заложена преподобным Сергием Радонежским. И преподобный Иосиф долго думает и размышляет над своим уставом и над своим устроением монастырским. Он ходит по русским монастырям, он изучает русскую монашескую традицию. Знаменитая 10 глава его духовной грамоты «Отвещание любозазорным» как раз об этом говорит, как внимательно следил он за традициями русских старцев. Разница в монастырском делании. Если преподобный Нил Сорский считал главным умную молитву, размышления над святоотеческими писаниями и над священным писанием, то у преподобного Иосифа в его уставе и в его монастыре записаны и внешние, так называемые, делания монахов. То есть монахи Иосифа Володского монастыря должны были заниматься также и благотворительностью, и воспитанием, просвещением окружающего населения, и созданием материальной основы монастыря. Главный аргумент преподобного Иосифа был предельно прост. Если светские власти оставят обители ни с чем, на какие средства строить и украшать храмы, а главное – творить дела милосердия. Исполнять не только на словах, но и на деле главную заповедь о любви к ближнему. Убежденность Володского игумена неабстрактна. Когда кто-либо из окрестных крестьян терял лошадь или корову, кормилицу семьи, преподобный Иосиф покупал ему потерянную скотину. Но особенно поражает благотворительность Волоколамской обители в времена стихийных бедствий. В один из неурожайных годов, когда люди стали есть даже то, от чего отказывалась скотина, Володский игумен открыл житницу своего монастыря. В монастырь хлынули тысячи голодных, истощенных людей. Ежедневно в монастырской трапезной кормили более 700 человек. Многие крестьяне не в силах покормить своих детей, подбрасывали их к воротам монастыря. Так возник сиротский дом, где детей воспитывали еще долгие годы. Когда запасы хлеба иссякли, монахи стали роптать. Всех не прокормишь, а нас поморешь. Но вместо того, чтобы подумать о собственных интересах, преподобный Иосиф втридорого покупает хлеб под залог монастырских водчин и снова раздает его голодным. Слух о жертвенном подвиге Володского старца облетел всю русскую землю. Сам великий князь Василий Иоаннович посетил голодающую обитель и повелел выдать из своих запасов по тысяче четвертьей ржи и овса до 100 рублев денег. Так что ничуть не преувеличивает летописец, говоря, что при Иосифе вся володская сторона к добра жизнью прилагашися. Но не только о насущном хлебе заботился володский игумен. В обители была одна из лучших на Руси рукописная мастерская. Сам искусный переписчик преподобный Иосиф собрал в монастыре значительную по тем временам библиотеку. В ней насчитывалось больше тысячи рукописей. Здесь не только переписывались творения отцов церкви, но и создавались оригинальные произведения, как, например, Волоколамский потерик или русский хронограф. «Ни один из русских монастырей не обнаружил литературного возбуждения, равного тому, какое находим в обители Иосифа», писал знаменитый историк Василий Ключевский. Не случайно преподобного Иосифа принято считать вдохновителем теории Москвы и Третьего Рима. Именно он впервые заговорил о самодержавной власти Божьего помазанника. В этом Иосиф стал продолжателем византийской идеи священного царства. «Вся христианское царство с недошися воедино российское царство. Два уба Рима подоша, третий же стоит, а четвертому не бытия». Так писал пусковский старец Филофей великому князю Василию Иоанновичу. «Был Ветхий Рим, Ветхий Рим пал, была Византия новый или второй Рим, Византия пала, стала Москва Третьим Римом. Не случайно послания старцу Филофея наиболее активно переписывались и распространялись именно из скриптория Иосифа Володского монастыря. И великие церковные деятели 16 века, митрополит Даниил, митрополит Макарий, создатель великих миней Четьих, все они выходцы и постриженники Иосифа Володского монастыря. Более того, в 1547 году, всего чуть более 30 лет после смерти преподобного Иосифа, царь, молодой 17-летний, царь Иоанн Грозный венчается на царство. Кто венчает его на царство? Его венчает на царство святитель митрополит Макарий, постриженник и воспитанник Иосифовой школы. После этого становится понятным, почему Грозный самодержец так благоволил Иосифа Володской обители. Он часто приезжал сюда, делал богатые вклады. Из постриженников Иосифовой обители ставятся первые епископы в только что покоренную Казань и в другие города. Об особым доверии говорит и то, что Иосифово-Волоколамский монастырь стал местом, где содержались особо важные заключенные. Самым известным был знаменитый переводчик писателей-богослов Михаил Триволис. В историю русской церкви он вошел как преподобный Максим Грек. Он родился в 1470 году в Греции. Получил блестящее образование в университетах Флоренции, Падуи и Милана. В 1504 году Михаил принял постриг в монастыре Ватопед на Святой Афонской горе. Через 10 лет его, как самого образованного монаха, отправили в Москву, где великий князь желал иметь переводчика греческой толковой псалтири. Еще не освоившись на новом месте и едва владея русским языком, афонский инок сразу попадает в водоворот богословских споров и интриг великокняжеского двора. Образованность Максима сыграла с ним злую шутку. Высказывания афонского монаха по самым острым вопросам церковного и государственного устройства придворные партии тут же толковали в своих интересах. В 1525 году он был неправедно обвинен во всех возможных ересях и даже в шпионаже в пользу турецкого султана. На долгие 6 лет эта башня стала местом заточения афонского инока. Впоследствии Максим вспоминал, что часто от голода и духоты он терял сознание. Но самым большим испытанием для него был запрет на причастие. Чтобы смирить узника у него отобрали чернила и бумагу. Так что одно из лучших своих творений молебный канон Святому Духу преподобный Максим написал на стене подобранном где-то угольком. Под конец жизни Максим грек был оправдан и умер в Троице-Сергиевой лавре, окруженный учениками. Когда главный обвинитель Максима, московский митрополит Даниил был свергнут с кафедры, но ей говорили, что это божье наказание за невинные страдания святого. Но все эти драматические события происходили уже после кончины преподобного Иосифа. За год до кончины преподобный Иосиф уговорил братью избрать нового игумена, хотя по обычаю того времени основатели монастырей сами назначали себе преемников. Но и здесь Иосиф ни на шаг не хотел отступить от устава общежительных монастырей. Под конец своей жизни Володский игумен почти полностью ослеп, но полемики с идейными противниками не прекращал. Ученики под диктовку записывали его письма и поучения. А незадолго перед смертью 75-летний старец полностью ушел в молитву. Он уже не мог ходить, но не пропускал ни одного богослужения. Его приносили в храм, и здесь, невидимый для остальных монахов и богомольцев, он молился в уединении. Вскоре старец ослабел настолько, что на праздник Рождества Богородицы литургию служили возле его постели. На следующий день, благословив братью, преподобный Иосиф отошел ко Господу. Почитание святого началось еще в царствовании Ивана Грозного, а в 1591 году прошло его всероссийское прославление. В смутное время нашествие поляков так потрепало Володскую обитель, что ее пришлось отстраивать практически заново. В середине 17 века сюда приезжает известный зодчий Иван Неверов. Городу и башню впредь стоять будет невозможно, потому как все осыпалось и во многих местах развалилось, писал он в Москву. Сначала разобрали и на старом основании возвели собор. Все храмы, башни и даже святые врата знаменитый мастер Семен Полубес украсил удивительной красоты израстцами. Но при всей своей декоративности стены и башни могли выдержать многомесячную осаду. После стены башен строители взялись за колокольню. Она была надстроена до 10 ярусов и всего 4 метра уступала колокольне Ивана Великого в Москве. Нижнюю соборную церковь осветили во имя Иосифа Волоколамского. А на месте погребения преподобного установили золоченую гробницу. Она чудом сохранилась до наших дней и после реставрации займет свое место в соборе монастыря. Социальное служение это отличительная особенность современного русского монашества. Достойно удивления, как не имея и сотой доли дореволюционных возможностей, наши святые обители умудряются не только восстанавливать стены, но и возрождать храмы в душах людей, утешать жаждущих утешения, подавать нуждающимся пищу и кров. И в этом, как 500 лет назад наши монастыри следуют царственным путем, указанным преподобным Иосифом. Путем соединения напряженного аскетического делания с беззаветным служением людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok